нужно очень быстро очень очень быстро нарастить количество ценнейших все что на рынке их надо покупать да и выбрасывать сразу это понятно вот я пытался докапался я говорю где у вас этот самый питомник в калах я рукавах нет питомника это вы кому мне говорите это какой питомник калах а мы там не выращиваю мы там доращиваем я не понял а потом зашло партия выписывается часть продается сразу на верную смерть остальные доращивают или прикопали или посадили в горшке нет даже не посадили в горшке потому что в горшках тех никто и не продает все голые корни в общем чистое вранье а как быстро носить такую массу есть несколько вариантов вот допустим или я предлагаю вообще такой вот я просил написать фотографию ракана мне не смог найти аркалин это наш один из наших зубров он же выпустите метки тебя жуки но но сельхозвуза это точно вот телена сана выпускница сельхозвуза сергей железо агроном диплом имеется колледжа сельхоз колледжа вот все ребята грамотные и все ребята умеют выращивать так вот это готовая бригада и можно сразу отдавать и мальчик варианты два начале наши сады допустим сад мой рекордина у него два гектара только одно это только это что же направление важно сами понимаете виноград сибири не хуже этого не хуже от того же среднеазиатского вот еще это называется филиалом телевизорской академии вот но потом академию постепенно за без захватим настолько пусть и туда вот ну там нужно что делать расчищать участок несколько гектар допустим 5 гектар это плотными посадками 2000 тех же абрикосов абрикосы это как бренд это как это причем это есть такое понятие обречен на удачу это как раз абрикос потому что будут проблемы со многими делами абрикос то проскочит если его не калечит вот и тогда 10 гектаров это 4000 деревьев но это в кончатном виде а садить можно как селекцию то есть гуще тогда будет не 4000 а надо 20 тысяч на этих же 10 гектаров да где-то 20 тысяч надо так вот сергей или просто нанимается так и 20 тысяч саженцев он вырастет нужно за хорошие деньги допустим не хотите вы в это самое брать его сотрудникам вот допустим да вот с особыми полномочиями вот знаете какой самое главное полномочия должно быть в наших ребят у рекордина усовинич у сергея сказать какое самое главное запрет вмешиваться в деятельность помогать до бульдозер убрать все что всякую херню который где-то вырастили вот бульдозер рабочие руки финансирование вот результаты значит диссертация это автоматом и дальше сведет нобелевская премия но нобеля не дадут потому что сами знаете конфронтация ну хотя бы государственную вот чтобы потом было на что жить так вот сергей вам за день сезон вырастет 20 тысяч абрикосов и а чё нет у меня сто тысяч вот так один вариант второй вариант наши приходят и сразу теперь с коделя нет директором конечно мог бы как самый такой из наших солидный мужчина бывший администратор не в нем немаленький но этот собаку съел этот из на равных со всеми будет вот сергей допустим зон по производству кто будет это это понятно за по науке вот тут уж да и тогда я предлагаю делать дальше смотрите и так засадили все но это не все значит нам нужно поднимать еще параллельно одну вещь дачные сады у нас в стране каждый день огромные деньги не знает куда девать так вот не знает значит есть люди которых вот 60 70 лет машина есть яхта есть есть 100 штанов 100 рубашек 100 этих больше чем пачку сигар в день кубинских не выкурит умрет иначе больше бутылки каникул дорогущих все равно 2 уже не выпьет так а куда остальные деньги делать и вдруг а вдруг бог есть вдруг это а давай чем займемся таким а давай если нашлась компания работяг вот наша работяга рекалин савинич сергей еще 10 20 фамилий назову а давай я им предоставлю возможность просто штамповать эти деревья саженцы как горячие пирожки но штучные товары не вот эти западные там на станке делают вот и потом к нам приезжают и мы их выбрасываем мертвыми уже вот китайцы много лет данные боднара нет данные этого самого василича бродского приезжали и выкупали целиком все саженцы с дальневосточных тогда они еще существовали процветали водопитомник их привозили китай раздавали бесплатно всем подряд значит цель была такая заметьте выгода бесплатно деньги тут тратили а там бесплатно раздавали казалось бы расточительства нет было сказано у людей будут свои фрукты они перестанут сыпаться зубы а это плохие зубы это извините это разорение для государства скажите что нет плохие зубы это второе отсутствие это гигантские расходы на стоматологию я чем придумал а что нельзя это а ведь если есть люди вот такие как себе он за несколько секунд это вы видели как он прервал у него секунд пять-десять уходил на соли со специально рядом сидел камеру на показывал руки с ножом несколько секунд на саженец но немного больше времени посадить эту тысячу саженцов допустим вот есть там какие-то особенности вот горшки и по газкам больше времени а потом высадка вот она это себе для души или скорость ямку выкопал он этим же самым в руках у него этот лопата вся посадка а тут нам показывают от полчаса до часа одну яму роют а потом начинают заполнять до десяти наименований всяким дерьмом чтобы его наверняка загубить надо же все это посадить знаете как считает а вот сколько надо железа ну наверно по теории 5 миллиграмм а кидает туда 20 килограмм то есть миллион раз больше поняли миллион раз больше и все в таком духе и тогда получается что мы могли бы задним вот тебе инструкция Сергей когда рассылать саженцы там инструкция он заранее обрезал потому что не надеетесь чтобы обрежет этот клиент ага сейчас он так и посадит шансов выжить уже меньше а здоровый саженец это когда крона отрезается так чтобы сбалансировать с корнями еще сильнее отрезать запасом вот и так каждый поступит и дачные сады а потом еще уже так мало у нас денег нет и так значит про китай-монголию рассказал в монголии преврата система была это дело выгодное только у нас не принято людям ничего дарить ничего ладно вот эту тему рассмотрели ищем место и так варианты такие тебя же куда дают лучшее место в сибири это алтай и минусевская котловина лучшее место минусевской котловине это окрестности деревне красный хутор вот и еще есть пустоизор на той стороне на этом на левой береже там извините просто места нет а здесь еще есть и вот этот участок 60 гектар был выкуплен вот и шли годы раздавать людям то есть переоформлять участки 66 60 гектаров по одному гектару на это вот было запрещено потому что это земля сельхозное значение вот смотрите что такое земля сельхозное значение я не открывал энциклопедию чтобы посмотреть что это такое ну понятно сельхозное значение это или покос или огороды или пахота так нет но уж никак не вот эти деревья они выросли-то пока шли суды отказались до земли она была голая просто голая поэтому и можно было раздать людям построили бы дома еще и тут бы дети были это красный хутор напротив то есть цивилизация рядом вот внимание крупный план это вот тоже вот вот он вот это это табличка специально приблизил показать и так по всей стране тогда получается так выкручиваться надо однажды красном хуторе просучилась революция она случилась по всей стране это была самая вакханария когда горлопаны брали власть одного такого назначили этим самым на голосование редкий случай когда была народ народная власть вот все кричал украсил кстати умер от пяток но на тот момент он протрезвел и сказал разбираем землю то время мужики были пищи на работящие везде были сплошные огороды десятки если гектаров земли были распаханы ходил земли верных каждому по 10 суток нарезал люди пешком сезон за 20 километров ходили за 15 с тяпками окучивать свою картошку это было подошли подвозил каждый год я не мог видеть совершенно замученных людей это было а места эти лучшие для садов для абрикоса вот эти места прошло время значит решили а давайте оприватизировать и своей властью сезинская сельсовет взял и давай раздавать по 20 соток вот люди бы уже несколько чек по немножко 10-20 построились остальные выйдет такой вид имели а потом случилась беда страшно в каждом 5 10 доме продавали дешевый спирт вот это была акция иногда мне кажется государственного штаба и на кладбище было унесено несколько миллионов работящих мужиков потому что когда хочется выпить но нет денег на выпивку и и выпивки нету вот сейчас классно куда и магазин нет ни одного там даже пиво не купишь но уже поздно все мужики на кладбище работящих и все что было приватизировано вот все исчезло мужики исчезли огороды исчезли а вот этот участок если бы нашелся люцинат я бы санна если бы дали бы кто-то денег таких чтобы забор тысяч за 200 чтобы никто пропасть сюда не мог собак держать кормить охрану вот и вырастить самый лучший сад в сибири а и ну и автомата в россии это один из вариантов то ли вариант у вас в красноярске есть то же самое во свете замерзающие не сей есть прилегающие в местности никогда не бывает сорократных морозов то же самое все определяется только солнцем которое подогревает водохранилище многосотенный пласт воды который служит водоемом и резонам именно тепла и все и можно выращивать что угодно вот и там можно и тут можно но это на всякий случай потому что здесь нужен лица на государство таких денег никогда не даст вот я почему я у вас и консультировал как вы сказали наши академия как-то маршрут университет денег не даст на такое мероприятие откуда мне деньги вот а теперь смотрите я второй раз показывает важнейший момент нам нужно обязательно искать этих людей потому что это просто необходимо и необходимейшее дело и так так просто торгует женщина она не знает что она торгует тем что и должно стоить миллионы рублей я уже не говорю про доллар ну давайте приглядимся это помидоры ночью помидоры как помидоры вот это два зеленых ведра это априкосы она никакой сорт она не знает у нас добра сами понимаете слушайте дальше я на что намекаю на кого намекаю и вот однажды она попробовала эксперимент она привела ветки персика крону абрикоса получилось неизвестно что еще раз привела и получилось абрикос с вкусом персика вот видите вот это чудо она вырастила понимаете нет как случилось я конечно не собирался оставлять покой я же вылезу как я умудрился потерять телефон я до сих пор кусаю локти вот видите кусаю вот это я назвал абрикос терапевтик людмила зовут и людмила вот а я когда каждый год через год несколько лет говорю а вдруг кому-то из настоящих ученых человек профессия требуется должность требует зачем пытаться изобрести то чего в народном творчестве давно случилось чего-то взять у меня фотографию местном телевидении несколько телеканалов наших абаканских взять и сказать мы ищем эту женщину вот за это вот если подтвердиться а долго установить что это действительно гибрид мы заплатим там 10 тысяч рублей она из это отдастся отдаст сереньки из дерева отдаст кончики если есть кто это сделает кто 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 и прошу еще год и опять будет тишина понимаете вот а вдруг а вдруг позовут скажем на должность ползам тебе резвика и вы пойдете туда с расчетом согласитесь пойти к ним за счетом на будущее эти дивиденды вот вот это вот это вы понимаете то что дается науки с гигантским трудом я перепробовал все персика дикторинова этот самый алуча персикова слива все эти ты ты чуть не сказал трехомонады господи сейчас скажу тройной гибрид то есть толпаны которые все верят что вырастет как-то которые на картинке видели а живем никогда ну как она вспоминайте потом вы мне скажете мы не раз тему понимали у меня галатака и черта этого нету а здесь есть это один случай вот но я на всякий случай это взял всю свою фотографию при собачил увеличившись увеличившись я покажите в каком институте у какого ученого железов филиппе в латинков бодр бродский макаров вот это вот да это только начало списка сейчас я увеличу не знаю как увеличить ну ладно короче вот из этого списка и он очень длинный 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 это все хватай мешки вокзал отходит вокзал отходит наука понимаете понимаете я понимаю санна видосе да ты не даст вокзал отходит хватайте все что мы имеем такой участок как железо и латинкова их надо приватизировать то есть наоборот национализировать все свободно начали спасти макарову поклониться его ехать никуда не надо написали договор знаете когда этому самому как его зовут маулин да который позабычивости забыл сказать кому обязан этому успеху дикому успеху вот то есть мои мальчурский абрикосы довел заплодоношение и так и рекордных урожаях сеянцы вот если он это смог бы смог сделать то представляете что мы можем наделать а он мне тогда да узнаете у меня справка есть только не совершенства дома а от воулина исполняющий директору полномочил железо представлять мяско институт этих самых мяски институт экологии нет вот представлять там я представлял я собирал для него коллекцию абрикосов но это частые случаи он сейчас это на коне молодец только ограничил себя вот этим и не хочет дальше двигаться а мы что а это как кому достанется вот это кому достанется а я еще сейчас крупнее дело вы даже дать чем я сейчас занят если в третий этаж железо взял и отступился от принципа никогда не отступался помните я не укрываю персики сейчас укрываю часть когда от нищеты резал резал они начали неукрытые погибать один раз отступил от принципов никто не помогает вот и вдруг зелезо который всем говорит вот вырастил абрикос на абрикосе слива на сливе яблони на яблони есть пятьдесят тысяч сортов яблони ни хрена пятьдесят тысяч первый сорт не нужен прекратите заниматься этим есть пять тысяч сортов груш хватит слаще не будет крупнее уже не будет потому что каждый раз когда мы скрещиваем мы чем-то жертвы мендер это все в школе проходили ну уж ученые то должны это знать что выше головы не прыгнешь и тогда и тогда мы должны что делать мы должны ограничиться тем что есть так и лыжня проложена право влево расстрел это оставим кому среди нас есть такие интересные ребята иногда они начитавших железо и насмотревших мои фильмы такие идеи предлагать что с ума сошел ты куда ты это и лезешь то ему надо персик привить на персик вот ладно абрикос на абрикос а потом еще таким нюансом я думаю господи а я же такой же и сам такой же чего я его уговариваю не делать этого он раз ошибется 10 ошибется а потом как этот самый сколько я толдычил не прививайте абрикосы на сливы не прививайте сливы на абрикосы да я сегодня 20 прививок на абрикосах сделал сливы вчера 20 сделал места нет я говорю всем не прививайте всего два подвой привой подвой это максимально здоровье сейчас сам накажем прививай абрикос персик слива абрикос персик слива вот почему да потому что кто просил чернобаева взять мы темно-синие сливу с плодами темно-синие венгерку и привить на культурный абрикос а у них там теплее он не стал замерзать бай но он уже настолько 50 лет тут живет он уже отмажется по морозоке сидит и сейчас взял на него привел это получил новый гибрид причем в таком количестве что его жена тоже уже женщина ну возраст скажется а они-то легкие транспортабельные вкусные еще вкус прибавили потому что они стали розовые еще вкус прибавили она их ест как лекарство и чтобы я не отклоняюсь от тем однажды наш Елена Александровна Савельевич посетила сад Вигарова Вигарова я Вигарова знаю с советских времен знаете какой момент когда была напечатана горькая горькая статья я не знал про него что на свете существует ну кто я обычный дачник я читаю вот что это самое Вигаров совершил научный подвиг он десятки лет подбирал сорта подбирал плоды ну соответственно гибриды 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 так чтобы ими можно было лечить просто конкретные болезни вот взял не просто абрикос а вот такой сорт поел и у тебя того не будет того помните эти то ли сказки то ли были про эти самые про лечение раковых заболеваний этими же этими абрикосами ну ведь было же потом Вигарова умирает появляется горькая статья на свете Вигарова никому теперь не надо т т т т т т т т т ну статья появилась ну и что ну миллион человек его посмотрел послушал что было дальше а сейчас родственники там командуют а как командуют теперь представьте себе может ли искалеченное дерево давать плоды лечебные половина из вас сразу скажет конечно нету раз дерево искалечено значит автоматом это сказывается на плоде уже помните что на это больное дерево нападают гусеницы нападает ля ну так нет только все валят на муравьев ничем не виноват я тоже считаю что если дерево искалечено плоды с него есть нельзя а Елена Александровна поехала каким чертом он ее занесло я не знаю видимо может быть это командировка была может курсы по повышению он считается до сих пор это официально это и присылает мне фотографии а там оказывается людей учат резать деревья причем я применил слово не обрезать а резать это как взять человека отрезать ему эти самые уши ногти нет не ногти пальцы нос все это вот так и она мне прислала фотографии я был в ужасе я говорю ну Александр куда попало какие лечебные деревья а почему я это говорю ну Александр одно из направлений то надо вернуть причем вернуть не так мы и так много знаем как про счет про грушу десятки лечебных свойств про сливу недавно сказали да господи слива это ж такое чудо и тут выясняется ни хрена нет слива как отравленные на прилавке полно одевать некуда вот такие красивые все кислое потому что снимали зелеными вот кислятины есть невозможно отравленные 40 обработок ядами ну а это то кто то может выправить а ребята я сегодня предупредил брата у меня сильно болит сердце а все же не болит почему потому что я смог сказать то что у меня совершенно болело вот это все пропадает 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 вот смотрите черный абрикос ну у нас все сады завалены черными абрикосами вот ну членка 3 купили за всю зиму серафим ну хорошо покупали с полсотни членков супер серафим нарезал прошла неделя сотни людей услышали человек пятьсот услышал и один купил один сиренок то есть так не поднять сторону ну а дальше что еще нам нужно научное усердение которое займется раз навсегда докажут что раны на деревьях смертельны когда делают рану а потом пытаются гриб-трутовик уничтожить они даже не знают где он материн саду знают на прошлом реминале спасибо рассказал о всем вот что творится а доказывать надо если я сделал несколько сотен распилов кто-то должен сделать несколько тысяч распилов а сегодня нет вчера 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 телеканал усадьба показал снова подходит к дереву видит сучок взял секатор вырезал сучок рано стало он ее назвал он ее назвал обрезка на кольцо на наших глазах рано стало в два раза толще шире по площади в два раза больше и самое главное что он сказал тут же это потом он вспомнил про заману зарастет полностью и довольно быстро если вот так отрезать целиком он до сих пор так думает он до сих пор оставляясь когда сучки есть шанс полиция по же дереву сучок это пробка для этого достаточно распиливать сучком и без сучков сучком и без сучков посадить на это какого-нибудь до цента специально дать ему грант чтоб это было на полной серьезе и пусть он ходит по садам везде гибнут деревья подошел яблони полудохлое вот такая как я показывал видели там с этот с огневицей вот с якобы больной грибами вот выпросил дерево заплатил все равно прогибает или давайте половину верхнюю спилю где уже все дохлое а нижней оставлю а и вот он за это 1000 рублей а потом взял вот эти несколько метров спилены и а так как человек до него и все подряд а кто уже успел рано-рано-рано-рано и поперек рано-рано и тут же рядом я вам показывал такие там где сучок там где рано на концов вокруг уже вся чернота уже вся сгустилась уже все это вымерзло 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 и тут же я вам показывал спроса сучок обрезанный ну вот такой сучок торчит и никаких следов вымерзаний а человек это будет специально поставить ему дать грант чтобы он миллион заработал но пусть даст протокол свидетели вплоть до того как будто это человеку когда умирает протокол или там убивает протокол составляет все под протокол тысячу ран разрезаны через рано на кольцо и тысячу где сучки я заранее знаю результат и человек свой миллион заработает но после этого будет сказано раз навсегда и чтобы это повторили по всем каналам если наши придут еще раз я не про политику я про здравый смысл науку вот раз навсегда не делайте рано на кольцо если шведка сухая оставляйте сучок это настолько важно это спасет мы же дальше садоводство это бесконечное калеченье та женщина думает и случайно что его пили эти же гробило дерево вон оговорил тринадцать лет осталось я еще хотел несколько примеров вот такие же привести я ну по моему уже а больше кому да есть она съесть наверное кто же ей даст еще это дело в том что еще раз почему селекция агротехника это абсолютно разные вещи противоположные одна калечит деревья другая это пытается их сделать еще здоровее это селекция значит дерево будет здоровее долговечнее более крупными плодами более сладкими это очень важно сахаристость оу и так урожайность оу и в это время вот смотрите когда снимался фильм я ничего против не говорю вы знаете как я отношусь к этому садовичу у меня самая главная честь когда меня называют его не все ну и такое уже где-то прослеживается вот пусть это дни не полусерьезно все равно сплет так вот и я бы такое звание носил бы счастье хотя я не его ученик вообще не его ученик вообще ни в каком боку просто мячу это символ нового так вот что происходит допустим это не мячурин это артист но дело в том что когда снимался фильм Иван Мячурин художественный там такие маститые профессора и академики курировали его консультанты вы представляете там нельзя было ни одного лишнего слова сказать те годы за это еще подросел уже попасть и в ссылку настолько все было выверено сейчас секундочку очень интересный человек звонит слушаю Александр ты умудрился попасть в самый разгар вебинара и нас слушают нас слушают люди так ну пусть слушают если у вас же так принято не знаю что это еще раз как твоя деревня называется я сейчас переведу стрелки так у меня деревня называется Акутиха это Алтай дальше я буду говорить значит я начал спасать своих друзей сибиряков вот прекрасная карьера я специально говорю это все ты меня подтолкнул извини это ты меня подтолкнул у него блестящая карьера но здесь мы когда-то вместе выращивали сад построил прекрасный дом блестящая карьера все даже садоводство не бросил туи выращивают ну такой же получается компенсатор выращивает туи на продажу ну кровь специалист кровь то бродит так вот значит я ему говорю ты долго думаешь там еще прожить вот а если дронов эти будет 10 раз больше в 100 раз больше ты езжай говорю не ко мне нет тут все можешь и ко мне езжай на Алтай 7000 жителей было это у тебя это твои слова цитирую тысячи осталось добротные дома брошены купи за бесценок купи за бесценок поставь соседям полвитра скажи проследите пожалуйста может ограду новую подновить и уезжай занимайся сколько угодно однажды тебе будет куда бежать а бежать придется шанс такой есть скорее всего вот да я сегодня тоже ездил по деревне там на край деревни ездил и вот все на пониженный на первые на уазике потихонечку рассматривал все эти участки дома там это где-то где-то грустно смотреть это сейчас грустно а когда толпа рванет с москвой с питера да 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 и это ну и с местными дедушками бабушки сегодня общался там в конце деревни вот про участки так же что что и как там сколько людей живет то есть печальная ситуация но не совсем дети ходят песни поют на великах ездят так-то все нормально ну и мы тут не расслабляемся вот у моего соседа два участка ну один дом два дома там стояло один дом сгорел два участка то есть получается один он мне отдал он говорит Александр Саша говорит я там ничего сажать точно не буду а я лесополосы между нами ну порядок наводил там и свалка две свалки вот я их разгребаю сегодня там мешков восемь их увез оттаивает я сасгребаю все это собираю то есть и это вот и вот еще один участок тут считай пять участков сразу же вот по соседству также мне отдали а нашел я поле нашел я участок и это я ходил еще по воде когда лужи там вот это все все знаешь на такой подробности нет времени ты скажи главу администрации привлек директора школы привлек сегодня я ездил кстати к директору проезжал но опять же дома не было я так в рабочем был в школу я не пошел то есть сегодня была у меня попытка а насчет администрации кстати вот в поликлинике вот ко мне подходила главный врач вот прям через забор ко мне общалась чтоб я там встал на учет то есть все я говорю да речи нет а тут завалился одно звено забора и я слышал ну потому что в саду работал она говорит сносить весь этот забор а там сливы растут и я вот сейчас посъезду завтра в город по делам приеду я к ней приду обязательно научу вставать и я поговорю с ней чтобы вот это загородить и посадить здесь нормальные плодовые деревья то есть вот вот этот разговор будет это насчет поликлиники территории насчет администрации вот эта женщина то есть у меня соседка через 4 дома или 5 домов живет то есть вот насчет вот этих вот огородов вот 5 семей жила одна осталась вот 30 соток там ну 25 моих получается она говорит мы только рады что ты там будешь это ну то есть спашь порядок наведешь чтоб там заросли Саша надорвешься к чертовой матери или тебе будут помогать или надорвешься я сегодня за дерном ездил я почему я говорю в конец деревни вот не за дерном а за стерильной землей под дерном ну что ты еще земля мерзлая ну там на штуки даже не оттаяла но я накопал 6 мешков то есть это где-то на 6 на пиксиков на 4 штуки и нас и там двери я смогу тут в саду посажать то есть вот то есть а и вот эта женщина которая в администрации работала она говорит ну вот ему уже участок а потом на пункте сельсовета мне не дали там участок то есть там у них какие-то судебные там дела в общем и прям не с администрацией а люди которые да я закончил разговор хорошо что не дали дольше проживешь куда тебе столько как как было как был один так и один и остался я сейчас я не могу дальше продолжать разговор у нас вебинар самое главное что я ему позвонил там мне когда перезвонить чтобы мне еще надо хвост и шик не ну набери набери желающих договорись с директором может там денег подкинут может быть этот даст и вот вот это вот вот под какие-то там культуры ну вот это сельхоз там я не знаю что он пшеницу сажать или овес то есть вот это испортили я считаю это испортили такие угодья прям вообще вот взяли и испортили несколько гектаров в нашем ну в нашей здесь тут у нас наверное километров ну может квадратных сколько наверное четыре двадцать восемь тридцать квадратных километров всего ну территории вот этого уазиса и он взял тут распахал пару полей вот я это вообще не одобряю так что ну двигаемся ладно я вам перезвоню давай завтра завтра метод тыка метод тыка завтра ага спасибо за звонок ты мне помог еще одну тему еще одна тема друзья надо делать запасные аэродромы вот так смотрим на экран фотографировал с экрана итак под четким руководством съемочная группа с помощью артистов организовала показ посадки дерева якобы по Мичурину так вот там где вы видите руки женщины вот там допустим правую руку да вот там надо было отрезать потому что диктор за этот закадровый диктор что говорю вот перенес сад вот все замерзало потому что была жирная земля вспоминаем перенес сад на бедную землю но большая часть деревья погибла если бы он вот так отрезал бы вот вот так вот то есть если брать по количеству там и по длине веток оставить бы пятую часть почему внимание на корни увидели у них корни они должны были быть и туда метр и сюда метр и влево метр и вправо метр и вверх метр и вглубь еще здесь корни осталось чтобы выкормить вот столько сколько вы видите на экране вот прямо на экране представь себе что здесь прошли с бензопилой вот так к сожалению еще раз подставили ли они Мичурина а может и нет может Мичурин так же и садил без обрезки сад был загуглен потерян многие годы он сам это горько признавал вот ну а наше время стекло впереди вот такая тема вот посмотри я не могу без смеха смотреть это ой я не могу ой не могу ну мне стыдно ну как человека которая где-то моя ровесница да все успокоиться не может ну вторая такая что ли летом то садить знаешь я бы не вместе бы как чтобы все таки заплатили почему если ничего суда делать не надо я показывал Сергей стоит рядом лопата несколько секунд это наполнить и подвести тележку помните, в ней маленькая ямка и саженец воткнул. Ну, саженец ворочал не отдельно. Как бы я в усадьбу, да, это та самая, телеканал известный, как бы я на ее месте. Ну, чтобы все-таки занять время заработать свои деньги. Но уже не сребрянники, а настоящие деньги. Честно заработать. Она должна была все это делать и говорить так. Уважаемые садоводы, так сложилось, что последнее, когда поел спечатное дело, сто-двести лет подряд нас учили вот так делать. Учили выкопать большую яму. И вот она выкопала большую яму. Время идет, все честно. Вот. Значит, садики, ямы вообще не нужны садоводстве. Ну, захотелось, ладно. Ну, как сказать? Показать наглядно, как не надо. Дальше она берет, а вот та же, как здесь, да, это сколько здесь вот этих раз-два-три. Значит, тележка четыре ингредиента на столе пять, шесть, семь, восемь. В общем, и еще это не все. Вот. Здесь, например, то же самое, только не видно этого самого. Ямы-то она не просто выкопала, и вот она должна говорить. Так, принято дно усылать, ну, например, керамзитом, битым кирпичом, чтобы это самое. А дерево, туда дальше корни не шли. И объяснила, почему они не должны идти. Про дренаж рассказала, допустим. И все это, мол, так было. Потом, значит, она начала говорить, после керамзита, битого кирпича, потом, значит, начинаем, это, земли привозим с другого места обязательно, что вы? Обязательно подразумевать, что здесь земля плохая, да. Вот. Значит, привозим с другого места, видите тележку? Вот она привезла. Засыпали. Потом калийное удобрение, натрийное удобрение, калийное удобрение, фосфорное удобрение, перегнои, то есть, эти так называемые органические удобрения. Вот. Все это и показывает, засыпает, показывает, как было, как было, как было. Потом, говорит, видите, садись уже с листьями. Вот. И нам говорили, что ничего страшного, что листья. Оно как растет, так и будет продолжать расти. А на самом деле, я вот сейчас посажу, а листья-то отвалятся. Потом появятся новые листочки. Так. Она же вернется сюда через месяц. Почему они возвращаются через месяц? Чтобы показать, что это дурдом. Никогда не вернулся. А надо бы. Но это уже было бы добросовестно. Через месяц, говорит, вот видите, листочки вот эти, которые были, они не успели накормиться, напиться. Они отвалились. Зато появились росточки. На улице уже июнь. А у нас Подмосковье. А Подмосковье остается июль, август, сентябрь, октябрь, четыре месяца. А уже в октябре дерево засыпает. Значит, оно не успеет уснуть, и в морозы эти побеги погибнут. Вот. Поэтому, видите, я вам показала, как не надо делать. И тогда получила уже не сребряните, а рубли. Вот. То есть, показала, как все делали, чтобы этого не делать. Ведь я же так же, вся моя агротехника основана на критике. Помните, говорили, ну вы учите, как по-новому, а старые-то не трожьте, пусть себе живут. А что снова-то? Ничего сделать не надо. Как я буду объяснять по-новому? Поэтому вся моя агротехника основана на критике. И она пусть критикует. И тогда бывает. Потом через месяц приехала и показала, что саженец дохлый. Она его не обрезала. Саженец хреновый, потому что тут он настолько... И когда она, это, на листьях последнего порядка нет листьев на этих навесках, это значит, что он глубоко болен. Он голенаст. Вы же видите, он голенаст. Она взяла совершенно больной саженец. И мне где взять здоровое? Хотите, я вам сейчас покажу, что у неё за дерьмо в руках? Приближаю. Теперь смотрите, внимание. Вот это их все корни. Она же как достает саженец из горшка. Достала. Ей пришлось где-то добывать. Она не садовод. Вот. Я бы её предоставил, но она же ко мне не поедет за этим, за съёмочным материалом. Вот и получается. Корни сами по себе, горшок сам по себе. Единственное, что они не сохли в горшке пока были. А теперь смотрите на этот саженец. Метра голого совершенно. А потом листья. А на улице что? В каком месяце цветут эти льст... Правильно? В середине лета. Вот. И она нас учит садить в середине лета. Вот это и есть современное садоводство. И никогда через месяц не приведёт сюда съёмочную группу и не покажет, как замечательно они посадили. Она не знает, что такое обрезка предпродажная. Ну что, хватит? Вот это тоже часть этого. Ведь темирязвике же этому учить-то надо. Учить надо в темирязвике. Вот уже новая программа. А теперь на следующий я про это расскажу. Вот про это. Про это расскажу. Про это. Пусть повторюсь. Но это надо, чтобы проходили в темирязвике. Вот. И про это. Как легко угробить дерево обильными поливами. И про это. И про это. Ни хрена не это самое. Как любят издеваться на дереве. Неправильное дерево. Это сказать такое. Дерево растет. Программа в нем заложена. Вот какая есть, такая есть. Потом берется два дерева. Подвой. Вот смотрите. Видите? Вот тут даже видно, где прививка. Видите? Вот она. Подвой и привой. У каждого свой геном. Их теперь два генома. Так? И вот это место, где оно его корежило, попадает под влияние подвоя. Видите? Вот. Здесь случилось две программы. Теперь такое дерево привести к единому знаменателю невозможно. Есть один путь. Вот такие фотографии я могу вам найти. Десять, сто. У меня богатая эта коллекция. И сказать. И любой студент должен знать. Ну раз уж ты привил, искорежил геном, не подходи к нему. Просто жди, что будет. А будет, как у меня, 20-30 ведер. А вздумаясь, справлять его, ни хрена вообще не будет. Я вам помню, где мы начали все сегодня. И последнее я еще вспомню. Возвращаемся. И пусть я даже привысил на несколько минут. Возвращаемся к Лысенко. Трофиму Лысенко. Простой агроном. Стал президентом Академии наук. Вечерин понятно, работяга, любитель, чесоругивый мастер. Нужен был символ, его сделали символом. Вот. Так? Тебе, Валентин Александр, дали бы профессору помощь, а нет, тогда тебя это, лишат самостоятельности. Вот. Значит. Итак. Вспоминаем, читаем по-новому. Каждый абзац Трофима. И возвращаем Мичурина обратно. Мичурина неоднозначная личность. Его советы неоднозначные. Вот. Лысенко тем более. Их, а с ними расправлялись. С Мичуриным нельзя было расправляться. Он был символ новой России, нового Советского Союза. А Лысенко можно. Вот. И теперь берем Лысенко. Читаем. Я только один пример приведу. Для этого и существует академия. Запомните. Академия для того, чтобы не предать забвению бывших, а найти все, что можно. Если кто-то когда-то монеты или золотые слитки раскидал, соберите каждый. Вот вам один из них. Итак, Лысенко утверждает, что если взять семена, вынести их, видите, здесь тень, вынести их на солнце. Вот. И целый солнечный день, а может не один надо вспоминать, это словно его речи, эти его цитаты. Вот. И прокалить на солнце. При этом схожесть и здоровье будущей идеи увеличится несколько раз. А скажите, что это не так. Кто-то скажет, да как, раз Лысенко, значит, он должен брать народную другу. Правда, значит? А проверить надо или на сон? А? Как вы думаете? Александр Петрович Рыкалин, если вы будете возглавлять эту группу наших сибирьков, это же не надо проверить. Вот они в тени. Я взял ровно столько же там снаружи на санцепеке, на бетоне взял и лишние сутки сушил на солнце. Эти собрал отдельно, эти отдельно. А потом все вместе смешал и забыл. Вот. Можете смеяться надо мной. А как теперь проверишь? Я-то их не выращиваю с них ничего. Как я мог проверить? Допустим, гектар из этих, которые в тени, как обычно, и гектар из тех, которые на солнце прокалились. А вдруг правда это огромный результат имеет? У меня таких примеров, их надо все по-новому. И вот когда я заканчиваю, студенты, будущее, каждый получит по сотке, по две, и только вырастив деревья, он получит звание агронома и диплом агронома. Раз. Первая фраза, которая преподаватель будет, там все-таки будут осень. Знаете, за осень бесполезна, это бардак. Вот. Как они учиться будут? То есть все равно должны быть лекции контрольные, основополагающие. Лекции, где будут проходить законы природы. И вот там нужно разжевать вот и до и говорить, а вот это правильно? И когда студенту да, вот он. И переводит противоположные примеры. А теперь вы согласны, господа студенты, что вот так? Да, и это неправильно. А давайте искать компромисс. И самая первая фраза, которая должна произнести студент, ай, преподаватель студентов, первая лекция, первая минута. Все, что я вам расскажу, не верьте ни единому слову. Мы уже такой уже в такой заднице сидим, что теперь только ваше поколение. И я вас покажу, как надо, чтобы у вас глаза загорелись, чтобы один занимался тем, что заметьте, я на полусерьезе дали им по сотке. И это должны делать уже даже не внуши сельские, а еще до того, до получения диплома. Вот тебе кошки вот такие вот, у Железова закупил. Вот. Вырастил 100 абрикосов, однолетних. и тут же в соседнем ряду вырастил еще 100. Все с одного дерева. Теперь эти побелили, покрасили, я же говорю, в другом и живем. и так должен обещать студенткам. Железов говорит, что они все передохнут. Не побелены, а покрашены. А эти не крашены, ждем год, два, три. К окончанию диплома у вас будет стоять оценка, особая. там же будут, ну, вы же знаете, оценок там много. Химия, физика, все нарепят. Но там будет еще практика, опыты. И будет стоять пятерка, потому что у вас будут стоять прекрасные, не эти самые сотни абрикосов, одно-двухлетних. Не в том времени три-четыре года им будет. Побелены. И рядом не побелены. А доказательства? Фотографии, фильмы, вот сейчас самон я жильзных сбратываю пятую тысячу делаю. Вот так должно быть. И тут все рядом к другому. А ты, Петров, значит, сотню посадил этих, а тех же сотню с этого же дерева. Опять костик вырастил. И еще научись вот это, что у тебя не получится этих хрен-диплом получишь, потому что у тебя они не взошли. Ты проспал какой-то этот самый, какой-то из этих самых, из лекции. Основополагающих. Схожесть. Тут только преподаватель. А тут только нюансов. Но вот у тебя сотня взошла, и еще сто взошло. И вот ты взял у той сотни, до высоты метра отрезал все боковые ветки. А на этом не тронул. И ждешь. Тебе несколько лет результат. Да? Вот. А вот это дерево ты прививаешь у самой земли сто штук. Это третий студент. Читеров. А вот эти ты прививаешь как принято до сих пор, до 30 сантиметров. И позавчера в телеканале усадьба 30 сантиметров опять показывал. Я смотрю, настолько это неестественно, не реально. Дерево старое, больное, все покрыто белыми грибами. Дерево найти не может. Какой ты хрен это? Самый учитель. И там нашлась вот такая ветка, и он ее взял вот на такой высоте. Вот тут вот. А она же тонкая вот такая. И тут прививает. Да не дай бог три яблочка, и все, она рухнула. Я говорю, специально, не дай бог. Чего ты учишь? Так вот сто таких, сто привитых на высоте 30. Просто и одинаково пусть растут. Все одинаково. По двой одинаковой толщины, и прямой одинаковой толщины. Но здесь у земли по железу, а здесь 30 сантиметров, как сколько это самое, десятилетиями складывалось. Думали, на 30 сантиметров выше, и дерево будет лучше. Ага, сейчас. Чем ниже приват, тем выше дерево. И вот это студенты будут осваивать. А потом проверять, действительно ли вот это же. Почему ли? Чего мы обязаны железо уверить? все, выговорился. И у меня таких еще примеров, десятки, десятки. И вот таких ребят надо найти. и самые морцыки в мире, персики или укрёвные, тоже надо найти. Сейчас у меня, а может завтра не у меня. И не привитые, как улучшать. И без прививки, и не потомствую, и не кастрируя, и не опыляя. все, все, все. Давайте 20 часа 16 минут, мы переходим вот сюда, и расстанемся на 5 минут. Я по-моему ни разу ни секундного перерыва не делал, да? Правда? Вот тут мы можем общаться уже на равных. вот тут мы на равных. Так, давайте-ка пускайте меня на кухню.